10-летнего перерыва. На орбиту отправились японский миллиардер Юсако Медзава и его помощник по бизнесу Йодзу Хирану. Союз уже пристыковался к МКС в автоматическом режиме. Напомним, с 2001 по 2009 годы на Союзах на МКС доставили 7 космических туристов. По разным данным, они заплатили за полеты от 20 до 40 миллионов долларов. В Google подвели традиционные поисковые итоги, опубликовав видео «Год в поиске». В рейтинг главных событий 2021 года вошли чемпионат Европы по футболу и Олимпиады в Токио, Евровидение и выступления Манижи, учреждения Дня Отца, конфликт в Афганистане, стрельба в Казани, выборы в Госдуму, блокировка советского канала и масштабный сбой в работе соцсетей. Пользователи интересовались также тем, что такое «Симпл Димпл» и «Попыт», а также «Аквадискотека». Также был составлен топ-выставок книг, фильмов, мультфильмов и сериалов 2021 года. С четверга на пятницу в Москве ожидается самая холодная ночь для 10 декабря. За последние 70 лет, предупредили синоптики, будет минус 15, минус 17. К концу недели морозы постепенно начнут отступать, но пока же батареи в жилых домах Москвы станут горячей. Как сказали столичные власти, работа систем городского отопления будет скорректирована в соответствии с грядущими морозами. Зенит сегодня на своем поле примет Челси в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Этой игрой синий-белый-голубые завершают выступление в текущем розыгрыше главного европейского турнира и продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы. В ближайших выпусках новостей Госдума расширила полномочия полицейских. Они смогут вскрывать автомобили и проникать в квартиры. Власти Москвы сообщили о спаде ковид-госпитализации на 40% с начала ноября. Стала известна причина блокировки аккаунта актрисы Марии Шукшиной на YouTube. Подробнее об этом у другого в новостях. Спасибо, Оля. Сейчас действительно много пробок и сильная загруженность московских дорог. 8 баллов показывает Яндекс и температура воздуха в Москве минус 9 градусов в эти часы. Снег начнется поздним вечером и продолжится до утра. Ночью 12 мороза. Ближе к концу рабочей недели холода усилится. В четверг днем минус 12, в пятницу минус 15. По ночам 17 градусные морозы. С такой холодной погодой начнутся и выходные дни. Вечерний РБК с Яном Мелкумовым. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Здрасте, Ян Янович. Добрый вечер, Павел. Вот я послушал, что минус 9, подумал, никакого у меня не было ощущения, что минус 9. Может, конечно, я так торопился на работу, что не почувствовал мороза. Да, вчера видел, как вы торопитесь на работу, Ян Янович, неудивительно, вы как метеор. Да, ну не знаю, но в общем у меня было ощущение, что минус 1, минус 2, но от силы минус 3, но никак не минус 9. Конечно, ощущение обманчивое, Бог его знает. Ну, так или иначе, в общем, я здесь и вы слушаете программу «Вечерний РБК». Я традиционно напомню, что «Вечерний РБК» — это совместный продукт умного радио «Серебряной дождь» и телеканал РБК. И также традиционно скажу, что, как обычно, в рабочие дни, кроме пятницы, мы в течение часа говорим о тех темах, которые, как нам кажется, могут быть или интересны, или затрагивают большинство, а иногда и всех наших слушателей. И тут же попытаюсь озвучить наши две сегодняшние темы. Итак, сегодня 8 декабря. Это ровно 30 лет со дня подписания Беловежских соглашений. И напомню, что Беловежские соглашения — это один из основных документов юридических, который юридически закрепил ликвидацию СССР. Потому что, когда говорят, что в Беловежской пуще закрыли СССР, ну, я сильно подозреваю, что это вряд ли могло быть одномоментным действием. И, в общем-то, СССР начал рассыпаться существенно раньше. Так вот, поговорим мы сегодня о том, что за 30 лет, поскольку все-таки РБК — это экономический канал, в первую очередь, что за 30 лет произошло с экономиками 15 бывших союзных республик, а ныне независимых государств. Кто из них с чем пришел к 30-летнему юбилею? Это наша тема на первую половину часа. Ну, а на вторую половину у нас, ну, как мне кажется, тоже довольно интересная тема. Во всяком случае, мне самому это показалось довольно любопытным. Дело в том, что сегодня стало известно комментарий Всемирной организации здравоохранения. Или сообщение, в котором говорится следующее. В мире не зафиксировано ни одного, пока что не зафиксировано, это важная оговорка, ни одного летального исхода в результате заражения новым штаммом COVID-19 омикрон. Об этом вот сказали в ВОЗ. И директор программы ВОЗ сказал, что организации понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и вызывать тяжелое течение болезни. Так вот, я, прочитав все это и посмотрев на уровни смертности и как они вменялись, я задался вопросом, может быть, испугались понапрасну, может быть, не нужно было так пугаться нового штамма. Ну, в общем, вот об этом, обо всем, а также, если получится, еще и о QR-кодах и о том, что, собственно говоря, будет в связи с этим в новом законопроекте, об этом попробуем поговорить во второй половине часа. Соответственно, мы будем говорить и с экспертами, и со слушателями, поэтому звоните и пишите. Номера сейчас напомню. Итак, давайте я сразу же сформулирую вопрос наш на первую часть. Я напомню, что в первой части мы говорим о том, что сегодня, можно сказать, годовщина. Ну, для кого-то радостная, для кого-то, наверное, печальная, для кого-то безразличная. Сегодня исполняется 30 лет со дня подписания Беловежских соглашений, которые юридически закрепили, один из нескольких документов важных, которые юридически закрепили ликвидацию СССР. Как изменились экономики бывших советских республик? Кто вырос, кто больше, кто... Ну, выросли более-менее все. Вот кто вырос больше, кто вырос меньше. Некоторые, если рассчитывать на душу населения, совсем практически не выросли. И мой вопрос в связи с этим звучит следующим образом. Он, как всегда, обращен, так сказать, персонально к нашим слушателям. Ну, во всяком случае, всегда я так стараюсь это сделать. Решились бы вы на переезд в другую страну, бывшую Союзную Республику, если бы у вас была там более высокооплачиваемая работа? Или же экономическое положение для вас, ну, не самый или не особенно даже важный фактор, а важны какие-то другие факторы? Пишите нам на телефон на номер 7903-797-6333. Можно нам также писать через сайт www.silver.ru. Телефон прямого эфира у нас по-прежнему 495-730-100 и 1. Ну и напомню, конечно, что есть у нас YouTube-канал, который тоже можно смотреть, слушать, писать, обмениваться мнениями и так далее. И напомню еще раз вопрос, произнесу, поскольку у нас 30-летие Пеловежских соглашений, вот решились бы вы на переезд в другую страну, бывшую Союзную Республику, если бы у вас там была более высокооплачиваемая работа? Ну, конечно, при условии, что вас бы там приняли, потому что далеко не в любой стране бывшей Союзной Республики нынешних российских граждан примут, так сказать, просто так. Или же экономическое положение, экономический фактор для вас не особенно важен, и вам важны другие вещи в жизни, так сказать, для вас более важны, и, соответственно, вы бы этого не сделали. Ну и, соответственно, если что-то более важно, напишите нам, что. — Геон Ильич, а можно уточнение к этому вопросу? — Конечно, давайте. — Здесь вы имеете в виду переезд навсегда или это временная командировка, скажем, на длительный срок, 5-7-10 лет? — А вы знаете, когда человек уезжает, он же никогда не знает. Это в советские времена, если человек уезжал, то это было практически навсегда, потому что возвращение было, ну, почти что невозможным. А, в общем-то, сейчас, ну, кто ж мешает? Человек может сесть, поехать, поработать, если ему понравится, там, значит, он может остаться там на 7-10, а может быть, на всю оставшуюся жизнь. А если, ну, что-то не сложилось, ну, мы знаем случаи, что, да, люди выезжают, допустим, в Штаты, но не нашли себе там того, чего там искали, и через несколько лет возвращаются назад и, может, находят, может, не находят что-то в России из того, что они хотели найти. Ну, в общем, мне кажется, что вот такое жесткое разграничение в наши дни, к счастью, уже не играет большой роли. В общем, люди стали гораздо более мобильны и могут ездить с удовольствием туда-сюда, обратно, так сказать. Ну, окей. В общем, вот приблизительно вот так вот. Ну, у меня вот такое ощущение, во всяком случае. И мне кажется, что довольно многие люди, которые уезжают на работу куда-то, ну, во всяком случае, я могу сослаться на... Так, нам, наверное, нужно уходить на рекламу. Ладно, тогда об этом попозже. Да, потому что тут такой момент тонкий. Если тебе предложили выгодное какое-то финансовое условие, и ты уезжаешь поработать, а потом там тебе вроде как ты ассимилировался, и вроде как все окей, и остаешься. А может быть и так, что тебе там не понравилось, а обратно-то дороги уже нет. Все, как бы ты тут там продал квартиру, там машину, обрубил концы и... Ну, обрубил концы, ну, да. Но, в принципе, если ты заработал там какие-то деньги, то, в общем, никто тебе не мешает вернуться купить квартиру где-то еще. Ну, это в случае, если такой хороший контракт, что ты можешь себе позволить на заработанные деньги там купить себе квартиру. Не, ну, если ты здесь продал квартиру, значит, либо ты эти деньги все истратил, или и купил там квартиру, тогда продал там квартиру, купил. Ну, в общем, это такой вопрос открытый на самом деле. Так, и нам, кстати, уже активно стали писать. О, а, ну это Адлер плюс 18 сейчас. Переехал бы, но только в Прибалтику, однозначно не в Азию, Нижний Новгород. Вот сейчас... Так, у нас с вами будет эксперт. Добрый вечер еще раз. Напомню еще раз вопрос, который я задавал. Нам на него стали активно уже отвечать. Вопрос звучит так. А в связи с тем, что сегодня 30-летняя годовщина подписания Беловежских соглашений, и мы говорим о 15 бывших советских республиках, о ныне независимых странах, что с их экономикой происходило. Так вот вопрос, решились бы вы на переезд в другую страну, бывшую союзную республику, если бы у вас там была бы более высокооплачиваемая работа? Ну и, конечно, если бы вас там готовы были бы принять. Так сказать, не везде это происходит. Или же экономическое положение для вас не самый важный фактор? Ну вот, нам написал Алексей из Нижнего Новгорода одним из первых. Переехал бы, но только в Прибалтику. Однозначно не в Азию. А Арсен из Москвы, насколько я понимаю, написал бы, написал, уехал бы в любую, где нет совковости и тирании. Но, походу, это только республики Прибалтики. Ну вот у нас уже два голоса за Прибалтики. Так, вот третий человек нам пишет. Так, секундочку. Если Прибалтика считается, то да. И даже с понижением зарплаты. Так, ну слушайте, уже три. Три голоса в пользу Прибалтики, ни одного в пользу кого-либо еще. Так, что еще? Понятно. Ну, это справедливое утверждение нашего постоянного автора из Пятигорска. Молодые люди, которые хотят в СССР, но никогда там не были, просто не знают, что плеер Sony Walkman могли вырвать с ушами. А стоил он, как чугунный мост. И джинсов тоже не было. Справедливо. Так, давайте. Ну, слушайте, мне прямо стало страшно интересно. Как бы мне увеличить немножко шрифт, потому что очень... Вот, так вот я сделаю сейчас. И мне будет виднее. Так. У меня была такая возможность. Так, кто это нам пишет? Не подписался человек. Переезда с большей зарплатой из Москвы в Петрозаводск. Раза в два. Но у мужа там не было перспектив. Я поработал там три года, ездил туда-сюда. И вернулась в итоге домой. Опыт был интересный. Сейчас, если была бы опять такая возможность, я бы поехала. Но если только зарплата была бы выше раза в три. В общем, вот такая вот. А я вот тоже не понимаю, как можно уехать, если финансовая составляющая не на первом месте. В таком серьезном решении вопроса. Знаете, вот, собственно говоря, один из наших, по-моему, Арсен, как раз написал, если бы не было бы совковости. Я знаю нескольких человек, которые уехали, ну, там, кто-то в Лондон, кто-то в Германию, где, как они сказали, да, мое положение финансовое в Москве было ощутимо лучше. Я мог или могла себе позволить больше в финансовом смысле. Но, так сказать, не финансовые условия там настолько сильно отличаются вот в плане ежедневной жизни, в плане того, что ты видишь на улице, с чем ты сталкиваешься на улице, на работе, там, в парке, условно говоря, и где-то еще, что люди в этом смысле готовы были пойти, по крайней мере, на несколько лет на снижение своего финансового благосостояния, исходя из того, что они получают компенсацию в таком нефинансовом плане. Ну, и, наверное, в надежде на то, что через несколько лет, если они, так сказать, не будут лежать на диване и надеяться на то, что на них упадет золотой дождь, что через несколько лет у них что-то изменится. Я представляю себе это именно так. Во всяком случае, вот из опыта своего разговора с теми людьми, с которыми я общался, да, и я сразу же, так сказать, ту историю короткую, которую я хотел рассказать перед перерывом, я вспомнил польского, ну, по происхождению поляка, ну, человека лет между 35 и 40, наверное, так, в гостинице на Кипре, с которой мы разговаривали сначала по-английски, а потом, узнав, откуда я, он перешел на такой немножко неправильный, но, значит, с натугой на русский язык. И сказал, что, ну, из Польши уехало очень много людей, и я тоже в том числе оттуда уехал, потому что заработки здесь лучше, и климат здесь тоже лучше, но я собираюсь здесь поработать. Я работаю здесь, я не помню, сколько он сказал уже, там, 7 лет или 5 лет, или сколько-то. И когда я его спросил, ну, теперь уже все, здесь дом, он сказал, не, ну, дом все равно в Польше, я буду здесь работать, пока у меня будет работа, но потом я хочу вернуться домой, я хочу остаться у себя дома, и я надеюсь, что когда мне не нужно будет работать, у меня уже будет достаточно денег, но я все-таки хочу вернуться туда, где я родился, потому что эти места для меня дороги, не по экономическим, естественно, соображениям, а по эмоциональным. Мне кажется, Иоанн Иоанн, значит, это очень важный момент, когда есть чувство возвращения домой. Наверное, да. Другой вопрос, другой вопрос, понимаете, человек 5-7 лет как уехал, и он ощущает, что дом у него где-то в Польше, ну, или там, в какой-то другой стране. Вот будет ли у него такое же ощущение еще через 15 лет, например, и не будет ли у него страшного разочарования, когда он вернется домой и увидит что-то такое, что он помнит ностальгически, а потом окажется, что это что-то совершенно другое, и это другое уже стало для него, ну, в каком-то смысле чужим. Ну, вот это вот вопрос, на который, я думаю, никто ответить не может. Во всяком случае, опять же, могу сказать, что вот человек, который уехал где-то в 6-м или 7-м году, то есть это уже 17 или 18 лет, несколько лет назад, приехав в Москву, сказал, в первый раз ощущаю себя в Москве туристом. То есть человек, который родился в Москве, вырос в Москве, но уже долго не был в Москве, сказал, ну, вот я уже воспринимаю, что мой дом не здесь, а мой дом совсем в другом месте, и я хочу повернуться домой, но не в Москву, а совсем в другой город. Понятно. Все больше и больше сообщений в пользу Прибалтики, я вижу. Да, вот давайте посмотрим и попробуем тем временем связаться с нашим, не корреспондентом, но с нашим экспертом, хотел сказать. А, действительно, так. Так, в самом начале пандемии поехали в отпуск в Грузию. Так получилось, что остались на полтора года. Муж работает дистанционно, доход не поменялся, вынуждены вернулись в Россию. Страдаем. В Грузии жизнь приятнее, спокойнее, люди добрее, что ли. В Москве слишком много агрессии, суеты и искаженных ценностей. Но социальный комфорт выше. Это Екатерина из Москвы нам написала. Очень интересная Екатерина. Так, еще нам пишут, соответственно, еще парочку. Уехал из Латвии. Не жалею, пишет Вадим. Вот человек написал одно только слово. Прибалтика. И следующее два слова. В Прибалтику и три восклицательных знака. Так, по моему опыту поездок в Грузию, Казахстан и на Украину, я с трудом могу себе представить высокооплачиваемую работу в бывшем СССР. Если присовокупить сюда еще и местечковый национализм, то куда угодно поехал бы, но только не в Братские республики. Это Андрей из Нижнего Новгорода, приписывает в копках постоянный слушатель. Так, и четвертый голос за Прибалтику. Уже не четвертый, уже, наверное, седьмой или восьмой. С удовольствием уехал бы в Литву, Сергей из Москвы написал. Третий год пытаюсь переехать, но только в Прибалтику или Финляндию. Но нет вакансий для русских, особенно хорошо оплачиваемых. Сейчас есть предложение, но зарплата 1600. Это мало. Человек пишет без подписи. Хорошо. У нас, собственно говоря, уже есть наш эксперт на линии. Только я напомню еще раз вопрос. Задавал я. Решились бы вы на переезд в другую страну, бывшую Союзную Республику, если бы у вас там была более высокооплачиваемая работа, или экономическое положение для вас не особенно важный фактор? И еще одну вещь скажу перед тем, как мы перейдем к разговору с экспертом. Значит, сегодня на сайте РБК довольно большой, на мой взгляд, очень интересный материал, собственно, который и дал мне толчок к сегодняшней теме. Называется он «От Армении до Эстонии. Выросли ли экономики республик за 30 лет без СССР?» И буквально вот несколько цифр оттуда. Значит, СССР, который занимал второе место в мире по экономической мощи 30 лет назад, распался. На его месте образовались страны с общим ВВП почти на 2,5 триллиона долларов. СССР все еще был номинально второй крупнейшей экономикой мира. С ВВП в долларовом эквиваленте порядка 791 миллиарда в текущих на тот момент ценах. Ну, хотя это оценка ООН. Значит, если брать по паритету покупательной способности, то было несколько меньше. Так, сейчас я попытаюсь найти. Вот она. Значит, доля ВВП по данным ООН была 4,6, а сейчас доля суммарного ВВП 15 бывших советских республик составляет, по данным ООН, примерно 2,5 процента. 2,6. Это на 2019 год. Но Международный валютный фонд, исходя из пересчета по паритету покупательной способности, это позволяет более точно сопоставлять ВВП разных стран, чем по рыночному валютному курсу. Так вот, он оценивает место всех стран бывшего СССР в мировой экономике 4,7 процента. То есть, примерно то же самое, что было и в 90-м году. 4,6 было в 90-м, 4,7 в 2019-м. Ну, то есть, в принципе, разница не очень большая. И еще одну последнюю вещь, которую я хочу сказать. Если смотреть по валовому продукту ВВП по республикам перед развалом Союза и по итогам 2019-го года, то и тогда, и сейчас впереди три прибалтийские республики, тогда три прибалтийские страны, сейчас. Эстония, Латвия, Литва. Только сейчас это, перед развалом Союза, это Эстония, Латвия, Литва. А в 2019-м году это Литва, Эстония, Латвия. Ну, в общем, не очень сильно изменились. И, соответственно, ВВП на душу населения, ну, это проект этого самого Мэдисон, Мэдисон Дейтабейс. Был Энгус Мэдисон, был экономист, который занимался историческими споставлениями. Так вот, сейчас в Литве доход на душу населения 37 тысяч долларов, в Эстонии 36 тысяч, ну, я опускаю десятые. В Латвии 31 тысяча, в России 27,2 тысяча. Ну, а дальше уже идут Казахстан, Белоруссия, Туркменистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Молдова, Украина, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. В Таджикистане 3,4 тысячи на душу населения. Ну, вот, больше не буду утомлять никого цифрами. И, все-таки, обращусь к нашему собеседнику. У нас очень хороший, насколько я понимаю, сегодня собеседник. Это Олег Сергеевич Сухарев, российский экономист, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики Российской Академии Наук. Олег Сергеевич, слышите ли вы нас? Да, слышу. Добрый вечер. Добрый вечер. И большое спасибо, что вы к нам присоединяетесь. У нас не очень много времени, к сожалению, прошу прощения, но я просто увлекся чтением реакции наших слушателей, поэтому вместо 10 минут осталось 5. Уж извините, пожалуйста. Давайте начнем вот с чего. Вот у прибалтийских стран экономика явно выросла гораздо сильнее, чем у большинства остальных. У остальных стран по разным причинам. У Средней Азии, Туркменистан вроде бы как очень сильно рос, но к нему большие вопросы по поводу точности его цифр и так далее. И такие страны, как Украина и Молдова, выглядят не очень хорошо. Можно ли определить хотя бы вкратце, вот за счет каких основных факторов те или иные республики росли, а другие не росли или... Ну, вернее, они все росли, но одни росли быстро, другие росли гораздо медленнее. Пожалуйста. Ну, вы знаете, это тема разговора серьезного. Конечно, нам много часов. Нам много часов, потому что, ну, факторную основу роста необходимо не заниматься балабольством, а проанализировать, взвесить, оценить количественно. То есть, нужна структурная модель, хотя бы эмпирическая, то есть, вот ВВП по расходам, да, там входит валовое потребление, инвестиционные расходы, правительственные расходы, чистый экспорт. Мы делали такие оценки, причем брали Германию, Польшу, три три Балтийских республики и Россию. Кстати, когда Россия вот показывала стагнантный такой рост с 13-го года, с 14-го, и вот, в общем-то, сегодняшний день. И вот, да, вот это вот десятилетие, я его называю, стагнации, значит, для России средний темп 1% и даже пониже. И пониже, да, да. Да, так вот, эти республики показывали около 4-х, понимаете, по темпу. Но когда смотришь их в структуру роста, то я не помню сейчас, конечно, это все опубликовано, но у меня есть на сайте. Но дело в том, что из трех прибалтийских две показывали смешанную модель роста. То есть там валовое потребление и другие компоненты в перемешку вносили вклад в темп. И нельзя было выделить какую-то одну компоненту, понимаете, ведущую. А вот одна из стран, я не помню, по-моему, Эстония, она показывала сугубо потребительскую модель роста, то есть такую же, как и Россия. То есть на валовом потреблении. У нас тоже ваговое потребление вносило определяющий вклад в динамику ВВП, если рассматривать его по расходам. То есть, значит, С плюс И плюс Ж плюс НХ. То есть это знаменитое обозначение в системе национальных счетов. В чем же причина? Ну, причина в том, что, вы понимаете, это удивительная ситуация. Действительно, у них неплохой был темп, по сравнению даже с российским, при имеющихся экономических проблемах. То есть эти республики жили, в общем-то, ну, если вот межнеэкономическую их деятельность брать, на транзите, так, и на определенных подачках из Европейского Союза, когда они туда вступили. Но этим республикам удалось, на мой взгляд, это такая оценка предварительная, но мне кажется, это одна из причин их роста, и вот такого условного благополучия, так мы говорим, поскольку ПВП, конечно, оценивать... Ну, проблематично, да. Ну, проблематично, да. Но, тем не менее, даже вот если сравнивать с российской динамикой, мне кажется, что фондовая база в этих республиках, кстати, в период СССР была обновлена и создана первоклассная. И, видимо, ну, можно предположить, хотя отток там был очень значительный, я имею в виду, население, другие страны для работы там и так далее, но, тем не менее, какую-то часть удалось этой фондовой базы сохранить и использовать. И на ней, собственно говоря, что называется, выкарабкиваться и вот обеспечивать такую динамику. Ну, плюс и внешнеэкономическая, конечно, деятельность, вот эта вот обслуживающая деятельность, так сказать, на обороте, в том числе высасывая из России, частично там из Беларуси, и так далее, частично из Евросоюза. При этом о Прибалтике никак не скажешь, что ласковая дитятка двух маток сосет. Да, она как раз-таки получается, что по отношению к России и к Беларуси не ласковая, но сосет получается и из России, и из Беларуси, и из Европейского Союза. Вы полагаете, что транспортные потоки, если направить не через Прибалтику, это было бы для российских экспортеров дешевле, а через Польшу, например, или через услугу? Ну, я не полагаю так, потому что через Польшу, ну, похожая проблема. Вот, я не думаю, что это будет дешевле. Другое дело, мы же сейчас объясняем, почему вот в Прибалтике такое преимущество по динамике. Понятно. Олег Сергеевич, у нас, к сожалению, остается 30 секунд буквально. Вот перспективы за 30 секунд можете определить? Будут и в будущем будут Прибалтийские республики уходить в отрыв или нет? Ну, это вопрос гипотетический. Другое дело, надо думать о России, надо менять модель роста, пока это не просматривается. Это точно. Поэтому, если у нас сохранится все так же, то, я думаю, мы будем плестись в хвосте. К сожалению, трудно с вами не согласиться. Большое вам спасибо. Напомню, это был Олег Сергеевич Сухарев, российский экономист, главный научный сотрудник Института экономик Российской академии наук. А нам нужно сейчас уходить на перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова